Зимняя сказка Заготавливаем горку, изготовленный подход для безопасности. Делаем основание по площадку. Все будет из дерева, также изготовленные поручни, перила. На Магаданской площади работают и приезжие специалисты из Якутии. Они создают красивые ледяные фигуры. Вечернему Магадану рассказал о нюансах работы со льдом Петр Петухов. Родом он из села Майя, это недалеко от Якутска. Сейчас пилой убираем большие формы, потом уже мелкие детали делаем специальными стамесками, зубастыми, потом гладкими, угольные, полукруг. Для каждого делается свои инструменты. Идет другая заточка, не как подверг его, а уже у него заточка, а уже другой. Если так заточить, то режет как по маслу. Здесь планируем упряжку собак делать, штук пять. И это, ну вот это, как его называется? Санка, да. Вот. Заказали большие глыбы. Поэтому и вот делаем фигуры такие стилизованные, такие грубоватые, можно сказать. Петр в Магадане уже в пятый раз. Ранее участвовал в конкурсах «Магаданский хрусталь» и даже победил. Как говорил великий скульптор Микеланджело, убираем лишнее и все. Конечно, ледяные горки для детворы будут возведены не только на Магаданской площади. Несмотря на погодные метеоусловия, которые в этом ноябре колыманам предподнесло множество сюрпризов, город должен быть украшен и готов к празднованию Нового года. Горок будет несколько традиционные на площади космонавтов. Здесь, на Магаданской площади, на Театральной и возле ДК «Автотек». Олег Дудник, Олег Калугин. Специально для вечернего Магадана.